США выступили с критикой обещания сирийского правительства провести референдум, назвав его смехотворным и обвинив режим в том, что он насмехается над протестующими. Самой Америке, между тем, все громче призывают правительство начать поставлять сирийской оппозиции оружие. Многие полагают, что такое решение сделает мир в стране невозможным в принципе. Ястребы в Вашингтоне призывают вооружать сирийских повстанцев. Мы должны рассматривать все варианты, включая вооружение оппозиции. Я бы обеспечил им тренировку, оснащение для коммуникации и в конечном итоге оружие. Эксперты говорят, что вооружение боевых оппозиционных группировок – верный путь втянуть войну в гражданскую войну. Кроме того, это также маргинализует тех оппозиционеров, которые выступали за ненасилие или выступали за политические стратегии. Чем больше оружия будет поставляться вооруженным группировкам сирийской оппозиции, тем менее вероятно начало переговорного процесса, который мог бы привести к перемирию и политическому урегулированию. 15 лет шла гражданская война в Ливане, и страна утопала в кровопролитии. Мы легко можем увидеть повторение такого сценария и в Сирии. Как и США, Аль-Каида тоже хотела бы поучаствовать в Сирии. При президенте Ассаде Сирия была светским государством. Некоторые аналитики говорят, что одна из причин, по которой Аль-Каида поддерживает протесты в Сирии, заключается в том, что в менее светской, более исламистской атмосфере гораздо легче набирать новых людей в ряды террористов. Если правительство будет свергнуто, мы будем свидетелями очень долгого периода полной дезинтеграции. В таких условиях им будет легче набирать в свои ряды фанатиков. Гражданская война в Ираке в 2006-2007 годах была совершенно чудовищна. Призывы вооружать сирийскую оппозицию звучат еще более тревожно, учитывая американскую историю вооружения радикальных группировок. Афганистан – вот один пример. Они заключили союз с маджахедами, включая Саму Бен Ладена, и вооружали людей, которых затем клеймили как фанатиков и преступников, врагов США. Подобные союзы абсолютно циничны, это оппортунизм, о принципах здесь речи вообще не идет. Однако, невзирая на призывы ястребов, администрация Обама старается держаться более осторожной позиции. Мы не считаем, что вооружение повстанцев – это выход. Аналитики говорят, что вооружение разделенной сирийской оппозиции поспособствует ее дальнейшей радикализации и сделает фактически нереальным мирный выход из кризиса. Некоторые говорят, что Вашингтон может начать поддерживать поставки оружия косвенно, через арабских союзников. Пока администрация отрицает наличие таких планов, но сохранится ли такая позиция? Субтитры создавал DimaTorzok